Всем привет! Меня зовут Женя Гейн. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В сегодняшнем видео я собрала для вас самые яркие и красивые образы. Я покажу вам бюджетные варианты. Примерно месяц назад я сделала этот заказ, и мне доставили аж целых 4 пакета. Но так как вещи недорогие, соответственно, из этих вещей я выделила только вот эти, которые висят сзади меня, которые я ношу с удовольствием практически каждый день. И люди на улицах делают мне комплименты. О, мне нравится твое платье, о, мне нравится твой комбинезон, о, мне нравится это, нравится то. Давайте сразу начнем с одежды, которая сейчас на мне. На мне сейчас брюки, очень тонкие, шифоновые. И к ним идет вот такой топ. Вообще это двойка, продавалась на этом же сайте, но топ мне не понравился. Вместо этого топика я надеваю другие топы, которые на мне топ. Это топ из сайта Asos. Он очень красивый, атласный, темно-синего, красивого, насыщенного цвета. И этот топ идеально подошел под вот эти брюки, которые ниже колен и на завышенной талии. Они очень легкие, свободные. Конечно, из-за того, что эти вещи недорогие, есть кое-какие косички, можно так сказать. Где-то вылазят ниточки, где-то шов неровный. Так как вещи мы носим всего один, может быть, несколько сезонов. И если вы хотите выглядеть постоянно по-разному, то почему бы и нет? Почему бы не покупать бюджетные варианты? Также на моем опыте было много раз, когда я приходила на дорогую вечеринку светскую, куда меня приглашали, в платье от H&M, совсем недорогом, на скидки. И многие девушки, находящиеся там, женщины спрашивали, что за бренд. Думая, что это Dolce & Gabbana или Gucci, но нет, это было платье всего от H&M. Поэтому я не боюсь одевать на себя недорогие вещи. Я в вещах недорогих, в принципе, выгляжу нормально, я так считаю. Если у вас есть вкус, если вы умеете сочетать кое-какие варианты, вы можете спокойно одеваться в обычных магазинах. Также стильно, модно и красиво. Терги, которые сейчас на мне, тоже с этого сайта. И еще хочу сказать о том, что все ссылочки на вещи я оставлю под этим видео. Еще, ребят, если вы хотите действительно экономить, научиться правильно распоряжаться вашими деньгами, то не забывайте про кэшбэк-сервисы, которыми пользуюсь я и мои подруги, вообще очень много знакомых. А если быть честными, то в Америке это очень популярно, и здесь практически каждый человек пользуется кэшбэк-сервисами. Я, например, даже когда езжу на заправку, я пользуюсь кэшбэк-сервисами. То есть везде из-за этого какие-то копеечки-копеечки не откладываются, и потом получается довольно-таки неплохая сумма, которая вам возвращается. Конечно, это подходит для тех, кто часто совершает онлайн-покупки. И я хочу посоветовать вам вот классный кэшбэк-сервис smarty.sale. Я ссылочку на него оставлю под этим видео. Конечно, там более 950 магазинов, в них ходит и наш любимый iHerb. И этот сайт, на котором я вот сейчас заказывала вещи, AliExpress. Вообще на AliExpress бешеный кэшбэк, там до 6% это очень выгодно. И когда у вас накопится кэшбэк, вы уже можете сразу небольшую сумму выводить. Не то, что там в некоторых других кэшбэках, когда вам нужно дождаться, когда же у вас там 20 долларов накопится, и тогда вам разрешат вывезти деньги. Тут нет, тут сразу можно выводить там с каких-то копейок. С удовольствием показываю вам это белое платье. Оно очень красивое и нежное. Сзади у него лямки длиннее, чем спереди. И спина получается полуоткрытая. Очень это красиво смотрится. Плюс ко всему это платье напоминает платье невесты. Просто такой облегченный вариант. И за счет того, что оно недорогое, я от него еще в большем восторге. Но это на любой случай. Будь это прогулка в парке, заканчивая вечеринкой, если обыграть как-то аксессуарами. Но очень оно женственное и красивое. Обратите на него внимание. Как-то я сделала фотографию в этом платье в инстаграм. И полетело множество вопросов, откуда оно в стиле Диор. Вроде кто-то так даже сказал. И это не Диор. Вот именно что. Это обычное китайское, можно сказать, платье, которое выглядит потрясно на вашей фигуре. Оно смотрится великолепно. Во-первых, за счет кружева. Во-вторых, за счет вот этих рукавов, которые вот очень маленькими полосками модными. Держатся буквально на волосинке, можно сказать, как продолжение платья. Но они служат просто как украшение. И за счет того, что здесь косточки в районе бюста, вы можете носить это платье без бюстгальтера. И ваша грудь будет смотреться красиво. В общем, это платье прям попадание в яблочко. Я его люблю и ношу везде. А вот этот комбинезон просто сводит всех с ума. Потому что у него супер милая девчачья расцветка в стиле Виктории Сикрет. И он невероятно легкий, нежный и качественный. Сзади есть замочек, спина получается открытая. Но завязочки есть, которые завязываются в бантик. И смотрится это очень необычно. И мне здесь каждая вторая девушка говорит, что я влюблена в твой комбинезон. Когда проходит мимо меня. И сейчас я вам покажу очень милое сочетание. Брюки красного цвета на завышенной талии с бантиком. Я сочетаю с футболкой клубнички. Иногда я меняю футболки. Вместо клубничек надеваю футболку крестьянка, как я ее называю. Такая модель тоже сейчас очень в моде. Она укороченная. И мне вот этот топ безумно понравился. Понравился своим качеством. И на нем действительно хорошая вышивка. Смотрится он нежно, качественно, романтично. Дополняет любой ваш образ. Еще я не ошиблась с заказом вот этого топа. Он мне очень понравился на сайте. Я, когда его увидела, сразу подумала, что его нужно сочетать с белыми брюками. Там же я заказала белые джинсы на завышенной талии. И смотрится это сочетание как бомба какая-то. Очень классно. Еще один сарафан, который многим нравится. Тоже мне часто делают комплименты. Видимо, нравится принт, нравится цвет. Мне тоже нравится этот сарафан. Он длинный, летний, свободный. Единственное, что на нем были нитки, которые я подрезала. Но я считаю, что это не проблема. Торчащие нитки постоянно отовсюду. Пришлось прям поработать, посидеть, поотрезать эти ниточки. Но это не проблема, когда вещь красивая. И можно носить ее с удовольствием. Не поверите, но на это платье тоже делают комплименты. Оно очень яркое и милое. Спереди, если смотреть на это платье, оно выглядит очень женственно, скромно и романтично. Но когда вы обернетесь, то спина полностью здесь открыта. Здесь такой глубокий, каплевидный, красивый вырез. Само платье длинное и у него тоже есть сбоку вырез. Я ношу его с удовольствием, потому что, во-первых, мне нравится и расцветка, и дизайн. И я вам говорю, что это стопроцентное попадание в яблочко именно с этими заказами. Я надеюсь, сейчас эти все вещи есть на сайте, их не разберут и вы успеете заказать. И сарафанчик в стиле Наташи Королевой, подсолнухи, тоже очень яркий. Если вы хотите помодничать и выделиться, то советую обратить на него внимание. Он не слишком короткий. Выше колена, конечно же, но не короткий. Мне кажется, на пляж, да даже просто на романтическое свидание. И еще я заказывала очень много купальников, но не все они подошли. Я оставила только несколько моделей, и сейчас я вам их покажу. Эти модели смотрятся, как мне кажется, неплохо. И в них можно спокойно ходить на пляж, купаться и даже устраивать фотосессии. Продолжение следует... Ну все, пора заканчивать это видео, потому что вещи все закончились. И мне будет интересно почитать в комментариях, какой образ, на ваш взгляд, мне подходит больше. Или что вам понравилось, напишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok